Какая твоя школа? На этом уроке мы разберем несколько рассказов французских и русских учеников о школе. И, возможно, обобщив их, вы выберете из них несколько фраз о своей школе. Начнем с того, что в России образовательное учреждение среднего образования может называться просто школой, леколь, а может иметь статус гимназии, лицея или колледжа. Тогда по-французски это звучит соответственно как le gymnase, le lycée и le collège. Хотя название гимназия, le gymnase, по-французски часто заменяют на le lycée, так как le gymnase имеет второй перевод – гимнастический зал. С чем это слово чаще всего и ассоциируют? Соответственно, рассказывая школе, чтобы не повторяться, вы можете говорить «мон эколь» или «мон лисе», «мон колледж». Передем к рассказам ребят ашкола. Voilà Julie и сон рэсси. «Мон лисе» porte le nom de Пушкин. C'est un grand écriвain russe. J'adore ses œuvres. J'aime bien mon école. Elle est grande et il y a beaucoup de classes. Nous avons deux salles de sport et même une piscine. Les profs sont sympas. Ils expliquent bien. Après les classes, je joue dans la cour avec mes copains et mes copines. Mon lycée носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Это великий русский писатель. Я обожаю его произведения. Я также люблю мою школу. Она большая, с множеством кабинетов. У нас два спортивных зала и даже есть бассейн. Учителя милые, они хорошо объясняют. После уроков, я играю в школьном дворе с друзьями и подругами. Далее, прочитаем и переведем рассказ Пьера. Я 11 лет. Я 6 лет. Я думаю, что моя школа будет достаточно хорошая. Она маленькая и мы не имеем пищу, даже не гимназе. Но я люблю себя, потому что все люди и люди, и они близко к себе. Урая-де-шоссе, у нас есть секретаря и другие бюрои администрации. У первого этажа, у нас есть один конец, где я буду много времени после класса. Мне 11 лет. Я учусь в 6 классе. Я считаю мою школу достаточно хорошей. Она маленькая и у нас нет бассейна и даже спортивного зала. Но она мне очень нравится, потому что все милые и школа находятся рядом с домом. На первом этаже располагаются приемные и другие административные кабинеты. На втором этаже у нас хорошая библиотека, где я провожу много времени после уроков. И в следующем этаже у нас есть еще один вариант рассказа в школе отмашен. На первом этаже находится актовый зал, где проходят самые важные события нашей гимназии имени Андрея Майро. Моя школа мне очень нравится. Итак, мы прочитали и перевели три рассказа о школах. Наверняка вам встретили с них фразы, подходящие к вам и вашей школе. Попробуйте составить свой рассказ на французском языке о вашей школе. Бон шанс! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...